Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство халвы. Машинно-аппаратурные схемы производства халвы мокрым и сухим способом. Свойства халвы и сырья для халвы и оборудование для проведения технологических операций на этапах производства халвы. Халвой называют кондитерские изделия слоистоволокнистой структуры в виде массы, состоящей из растертых обжаренных масличных ядер с находящимися в ней тонкими волокнами сбитой карамельной массы. Халву готовят из растертых обжаренных масличных семян или ореховых ядер путем перемешивания с карамельной массой пенообразной полистой структуры, насыщенной воздухом. Карамельная масса приобретает пенообразную структуру при сбивании ее с пенообразователем, в качестве которого используют отвар мыльного или салаткового корня. Отличительной особенностью халвы является наличие слоистоволокнистой структуры, состоящей из тонких переплетенных между собой нитей. Такая структура образуется при перемешивании ее основных компонентов, таких как карамельная масса и растертая белковая масса. Халву вырабатывают нескольких видов, название которых зависит от вида масличных семян и ореховых ядер, используемых при изготовлении. Химический состав семян и орехов, используемых для получения различных сортов халвы, представлен в таблице. Для предупреждения порчи масличных семян, их необходимо хранить при постоянной температуре 8-10 градусов Цельсия и определенной влажности. Влажность семян при хранении не должна превышать в процентах. Для кунжута 5-6 процентов, подсолнечника 7-8 процентов, арахиса 6-7 процентов, сои 12 процентов. Халву соответственно подразделяют на подсолнечную, арахисовую и тому подобное. Халву, полученную из кунжута, называют тахиной. Тахиной называют и белковую массу, изготовленную из обжаренных ядер кунжута. Вырабатывают и комбинированную халву, в которой одновременно используют несколько различных белковых масс, приготовленных из масличных семян или ядер орехов. Например, халва восточная содержит наряду с обжаренными растертыми семенами кунжута и растертые обжаренные ядра ореха кишью. Некоторые виды комбинированной халвы содержат ядра ореха не в растертом виде, а с введением их в растертую массу в дробленном виде. В качестве вкусовых добавок стандартом предусмотрено внесение в халву какао продуктов, какао тертого и какао порошка, изюма, цукатов и тому подобное. В качестве ароматизатора используют ванилин и ванильную эссенцию. В качестве пенообразователя экстракт мыльного или салаткового корня. Некоторые сорта халвы, например, москворецкая, вырабатывают глазированными шоколадной глазурью. Халва – это высокопитательный продукт. Она содержит около 30% жира, 13% белка и 40% сахара. Ее энергетическая ценность в 100 граммах составляет 2100 кДж. Технология производства халвы состоит из следующих стадий. Приготовление белковой массы, приготовление карамельной массы, приготовление отвара мыльного корня, сбивание карамельной массы с отваром мыльного корня, вымешивание халвы, фасование и упаковывание. Машинно-аппаратурные схемы производства халвы мокрым и сухим способами доступны в полной версии видео. Доступ, который вы можете получить, подписавшись на Boosty.to, перейдя по QR-коду на экране и по ссылке в описании. Приготовление белковых масс. Белковыми массами называют полуфабрикат халвичного производства, полученный в результате растирания обжаренных масличных семян или ореховых ядер. В этой массе жировая и нежировая, в основном белковая, часть семян или ореховых ядер приблизительно содержится в равных количествах. Размер частиц белковой массы около 100 микрометров. Массовая доля жира таких масс составляет от 45 до 60%. Подсолнечная масса содержит обычно недостаточное количество жира и поэтому ее обогащают маслом подсолнечным до массовой доли жира около 60%. Белковая масса в процессе хранения имеет склонность к расслаиванию. По этой причине при хранении ее следует перемешивать. Способы получения различных белковых масс зависят от их вида. Масличные семена, поступающие в производство, обычно содержат различные загрязнения примеси, минерального и растительного происхождения, зерна других культур, поврежденные семена, феропримеси и тому подобное. Поэтому перед использованием это сырье подвергают очистке на воздушно-сетовых сепараторах, веялках, буратах и только после этого обрушивают, снимают с ядра семенную оболочку. Так как связь оболочки с ядром кунжута, подсолнечника, арахиса и так далее различна, то и способы их обрушивания не одинаковы. Для очистки масличных семян от посторонних примесей применяют воздушно-сетовые сепараторы типа ЗСМ. Сепаратор типа ЗСМ состоит из станины 1, питающего устройства 4, нескольких рядов сит 2 с лопатками для удаления отходов, эксцентрикового колебателя 3, инерционных щёточных механизмов 6 и 2 вентиляторов. Семена поступают в сепаратор через питающее устройство 4, в котором равномерность подачи регулируется при помощи распределительного гравитоционного устройства. Поступившие семена распределяются по всей ширине сита и продуваются потоком воздуха, в результате чего отделяются и уносятся легкие примеси. Далее семена попадают на сито номер 14 или 15, на котором отделяются крупные примеси. Затем семена поступают на сортировочные сита. Сходом с сортировочных сит служат крупные примеси, а проходом идут семена на нижние подсевные сита. С этих сит семена идут сходом, а проходом мелкие примеси. При выходе из сепаратора семена еще раз продуваются потоком воздуха. Под ситами имеется инерционный очиститель, который очищает поверхность сита от застрявших в нем мелких частиц. Сепараторы типа ЗСМ применяются на предприятиях с механическим внутренним транспортом, какими являются большинство халвичных цехов и предприятий. На предприятиях с внутренним пневматическим транспортом применяются сепараторы ЗСП, которые отличаются от сепараторов ЗСМ способом подачи и транспортирования семян. Для очистки семян от примесей могут применяться также и другие воздушно-сетовые машины. Магнитные сепараторы. Для отделения семян от феромагнитных примесей применяют магнитные сепараторы. Они различаются между собой по способу получения магнитного поля и в зависимости от этого бывают с постоянным магнитным полем и электромагнитные. Сепараторы с постоянным магнитным полем состоят из подковообразных магнитов, уложенными одноименными полюсами в сплошной широкий магнит. Между полюсами находится пластина, накладка из немагнитного материала, закрепленная на деревянном бруске. Для лучшего распределения семян в магнитном потоке служит заслонка для регулирования скорости их движения. Благодаря чему феромагнитные примеси улавливаются значительно лучше. Прикрепившиеся к магнитам примеси удаляют вручную, для чего сначала прекращают подачу продукта, а затем очищают магниты деревянным скребком. Магниты массы 1 килограмм перемагничиваются через 5-6 месяцев. Электромагнитный сепаратор состоит из станины 1, крыльчатого побудителя 8, заслонки 7 для регулирования толщины слоя поступающего продукта, заслонки 2, при помощи которой продукт направляется в запасной самотек в случае прекращения питания электромагнита током. Канала 3, в котором движется продукт, скребка 4 для снятия задержанных феромагнитных примесей и вентилятора для охлаждения электромагнитной системы. Винт 6 служит для регулирования толщины слоя семян. Проходя по каналу 3, мимо магнитного экрана 5, который имеет ступенчатую, несколько вогнутую форму, семена очищаются от феромагнитных примесей. В станине предусмотрено два ящика для сбора феромагнитных примесей. Промывочная машина. Для удаления посторонних примесей из кунжутных семян применяют промывочные машины. Промывочную машину можно устанавливать в линию после воздушно-сетового сепаратора или использовать самостоятельно. Машина состоит из закрытого съемного кожуха 7, предотвращающего разбрызгивание воды, цилиндрического сета 4, приводного вала 3 с четырьмя лопастями 5, загрузочного бункера 1, штуцера для подачи воды 2, отверстие 3 в поддоне 8 для вывода примесей, разгрузочного лотка 6 для кунжутного семени. Семена поступают в машину через загрузочный бункер 1, а вода через штуцер 2. Под действием центробежной силы, лопастей и воды примеси проходят сквозь отверстия сита и удаляются вместе с водой в канализацию. Промытое кунжутное семя выгружается лопастями через лоток 6. По физическим свойствам и связи с ядром оболочка кунжута отличается отсутствием хрупкости, значительной эластичностью и плотным без зазоров прилеганием к ядру. Между оболочкой и ядром имеется слой, легко набухающий в воде. При этом оболочка, ставшая еще более эластичной, может быть легко снята с ядра при механическом воздействии на семя. Такой способ обрушивания называется мокрым. Для замочки кунжутного семени применяют металлические деревянные цементные чаны периодическим способом. Вместимостью от 0,1 до 0,5 кубического метра или машины непрерывного действия. Схема машины непрерывного действия представлена на экране. В шнековой камере корытообразном сосуде 3, расположенный наклонно и снабженный крышками 5, периодически вращается шнек 4. Кунжут поступает на замачивание через воронку 1, а выходит через патрубок 6. Две трети длины сосуда заполнены водой. Здесь семя кунжута замачивается, а на 1 трети сосуда оно отлеживается. Постоянный уровень воды в шнековой камере поддерживается электронными сигнализаторами уровня 2. В нижней части шнековой камеры имеется отвод с краном 8 для слива воды. Отверстие отвода закрыто сеткой 7. Для обеспечения полного стекания воды из зоны отлеживания шаг шнека уменьшен. Поэтому скорость движения семени замедляется. Для ускорения процесса замачивания кунжутное семя перед загрузкой в машину предварительно промывается в реконструированной протирочной машине. Реконструкция заключается в изменении устройства лопастей и смене сетчатого барабана. Семя замачивается в воде температуры 40 градусов Цельсия и вылеживается в течение от 45 минут до 5 часов в зависимости от сорта кунжута. Для ускорения замачивания можно применять 1% содовый раствор. Необходимое соотношение продолжительности замочки и вылеживание 2 к 1. В течение этого времени содержание влаги в семенах доходит до 30-35%, а в оболочке до 40-45%. Оболочка у набухших семян несколько растягивается, отслаивается от ядра, легко разрывается и отделяется при надавливании и трении. Кунжут обрушивают в машинах, принцип действия которых основан на том, что движущийся рабочий орган энергично перемешивает кунжут и вызывает взаимное трение семян. Это приводит сначала к разрыву увлажненной набухшей оболочки, а затем к снятию оболочки с ядер. Эти машины бывают периодического и непрерывного действия. Устройство и принцип действия машины для обрушивания кунжута, бечерушки мрн для обрушивания подсолнечника веечной машины, установки для отделения оболочки от ядер кунжута, соломура моечной машины непрерывного действия и схемы аппаратов для термообработки ядер кунжута. И сведения об измельчении этих ядер представлены в полной версии видео, доступ к которому вы можете получить на Boosty.to став нашим подписчикам. Переходите по qr-коду на экране, подписывайтесь и получайте доступ к полной версии этого видео. Центрифуга TV600. Содержащаяся в кунжутных ядрах влага разделяется на два вида поверхностная и внутренняя. Поверхностная влага удаляется довольно легко при помощи центрифугирования. Наиболее часто для удаления поверхностной влаги из ядер в халвичном производстве применяются центрифуги типа TV600 периодического действия с ручной выгрузкой. Центрифуга TV600 состоит из вертикально расположенного сетчатого вращающегося барабана 3, насаженного на вал 4, электродвигателя 5 и неподвижного кожуха 2. Для уменьшения вибрации станина с кожухом, барабаном и электроприводом подвешена при помощи вертикальных тяг на трех стойках 1, расположенных под углом 120 градусов. В барабане есть отверстие размером 3 мм для подсолнечных ядер и 1,5 мм для кунжутных. Центрифугу включают после загрузки ее ядром. Под действием центробежной силы ядра прижимаются к сетчатому барабану, через отверстие которого удаляется вода. Продолжительность центрифугирования 2-3 минуты. После чего машину выключают и ядро выгружают вручную совком. Получаемая тахинная масса имеет кремовый цвет, приятный вкус и температуру 45-60 градусов Цельсия. Измельченность тахинной массы характеризуется остатком на шелковом сите по отношению к сухому обезжиренному веществу на сите номер 23 до 25%, на сите номер 38 до 30%. Просеивание через сито ведут после предварительной обработки массы раствором жира, хлороформом, петролейным эфиром и тому подобное. Вязкость тахинной массы от 3 до 5 паскаль в секунду. Химический состав тахинной массы в процентах следующий. Жира от 60 до 66%. Азотистых веществ от 20 до 22, золы не менее 2, влаги 1,2% процента. Кислотное число жира не более 1,75. Пероксидное число до 0,5. Выход тахинной массы составляет около 70% от массы кунжутного семени. На одну тонну тахинной массы по нормам расходуется 1,425 тонны кунжутного семени. При переработке удаляется оболочка. Содержание от 7 до 15% по отношению к массе семени. Снижается влажность семени. Сравнительно с сырьем на 6-8%. Происходят потери сухих веществ ядра, механические при промывании, обжарке, размоле и химические при обжарке 5-10%. Крупные белосемянные сорта кунжута дают больше выход, так как у них процентное содержание оболочки к массе семени меньше. Хорошую тахинную массу можно получить только из ядра массовой доли сухих веществ, в котором не менее 98,7%. Более влажное ядро плохо измельчается и дает белковую массу грубой консистенции и высокой вязкости. Хранить кунжутные семена и получаемые из них полуфабрикаты следуют при благоприятных условиях. Эти продукты содержат антиокислители, токоферолы, сезамоль и другие. Поэтому масло в них довольно стойко против прогоркания. Однако, большая влажность семян и полуфабрикатов, повышенная температура и относительная влажность воздуха при хранении неблагоприятно влияют на их сохраняемость. При благоприятных условиях кунжутные семена сохраняются без порчи годами. Обжаренный кунжут не выдерживает длительного хранения вследствие неблагоприятных изменений в химическом составе жира и белков под влиянием нагревания. Во избежание расслаивания тахинную массу хранят в емкости с мешалками и периодически перемешивают. При получении белковой массы из арахиса и других ореховых ядер путем измельчения ядер после обжарки, для обжарки и измельчения используют оборудование, подобное оборудованию, применяемое для получения тахинной массы. После обжарки от ядра арахиса отделяют пленку, а иногда зародыш. Технологический режим обжарки сходен с режимом, используемым при обжарке кунжута. Для отделения пленки обжарки, обжаренные ядро арахиса подвергают энергичному перемешиванию в машинах типа пастила-сбивальных. Отделяемую при этом оболочку удаляют на веялках. Ядро арахиса, в отличие от других ореховых ядер, обладает специфическим бобовым привкусом. Этот привкус в значительной степени ликвидируется при обжарке. Для улучшения вкусовых качеств ядро арахиса иногда подвергают обработке поваренной солью. Для этой цели ядро арахиса обрабатывают теплым 35-45 градусов Цельсия раствором поваренной соли с концентрацией от 4 до 6 процентов. Раствор поваренной соли добавляют в количестве от 6 до 9 процентов. Ядро арахиса поглощает раствор соли, при этом массовая доля сухих веществ снижается незначительно. И ядро можно обжаривать обычным способом. Продолжение смотрите в полной версии видео, которая доступна по подписке на бусти.ту. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и смотрите полную версию видео. Для обрушивания используют семенарушечную машину, бичарушку, в которой подсолнечные семена многократно подвергаются действию вращающихся бил и ударов о рифленую поверхность и друг от друга. Вымешивание халвы. Сбитую, как указано выше, с экстрактом мыльного корня карамельную массу смешивают с белковой массой. В результате вымешивания халва получает слоисто-волокнистую структуру, строение которое можно представить как каркас из нитей карамельной массы, на котором равномерно распределяется тонким слоем белковая масса. Продолжение смотрите в полной версии видео, которое доступно по подписке на Boosty.tu. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и смотрите полную версию видео. Качеству халвы предъявляют следующие требования. Вкус и запах ясно выражены, соответствующие данному наименованию халвы, без прогорклого, затхлого и других привкусов и запахов. Консистенция легко режущаяся, слегка крошащаяся. Строение в изломе. Волокнисто-слоистое или тонковолокнистое. Не допускаются утолщенные волокна карамельной массы. Внешний вид. Поверхность нелипкая. Углазированной шоколадом халвы, на лицевой поверхности не должно быть поседения и повреждения. По физико-химическим показателям нормируется массовая доля влаги, общего сахара, редуцирующих веществ, жира и золы. Халву хранят в сухих, чистых, хорошо проветриваемых крытых складах, не имеющих посторонних запахов. При температуре не выше 18 градусов Цельсия без резких колебаний. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. При этих условиях срок хранения ореховой, арахисовой, подсолнечной, комбинированной халвы 45 дней, а халвы тахинной и глазированной шоколадом 60 дней. Это видео в полной его версии доступно подписчикам Boosty.tu. Становитесь нашими подписчиками, перейдя по QR-коду или по ссылке в описании и получайте доступ к полной версии видео. Это видео одно из уникальных, доступных только для подписчиков Boosty.tu. Присоединяйтесь и получайте больше информации, чем выложено на ютубе.